28 марта 2020 года, 25 апреля 2020 года включительно, перестанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан и примечения таких предприятий, а также доставских заказов. Значит, данное увеличение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иных предприятий питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Также перестанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части организации продовольственных товаров, в самом случае, не подовольственных товаров, при этом необходимости продажащих товаров в инфляционных условиях, в том числе с условиями доставки. Перестанавливается работа рынков неподовольственных товаров, яморных неподовольственных товаров. Перестанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением стоматологических услуг, показанных при заболеваниях в состоянии, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Вводится ограничение с 28 марта 2020 года и до окончания действия постановления главного санитарного врача по Ивановской области от 23 марта 2020 года за номером 10 о продлении карантинных мероприятий в школах Ивановской области при остановлении возможности использования для поезда транспортного приложения у нее самой карты школьника. Предписывается обеспечить перевоз с 28 марта по 5 апреля включительно при установлении использования транспортного приложения социальных карт Ивановской области. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ивановской области в сфере телекоммуникационных технологий не допускать прекращения предоставления услуг, связи и подключения информационно-пелекоммуникационных сетей интернет гражданам, достигшим возраста 65 лет при нулевом и отрицательном балансе. Число прибывших составляет к Кинишему 130 человек. Кинишемский район 1. Из-за границами. Да, да. На Волоке 11. Под наблюдением у нас по Кинишему и по Кинишемскому району находится 51 человек. Двое из них госпитализированы. У одного из них двукратно подтвержден отрицательный анализ на коронавирус, второй в работе анализ. Всего мы сейчас прорабатываем еще 42 человека, с которыми не установлен контакт. То есть либо дверь не открывают, либо не отвечают на телефонные звонки. Это нам, конечно, активно помогает в полиции. Всего обследовано у нас из-под наблюдений таких 40 человек. Это амбулаторно. Два из них в стационаре. И вся внимание, которое сейчас поступает в стационар, мы также обследуем коронавирус. Это все наши нормативные моменты. Ну, также хотела уточнить по стоматологию еще момента приемы по острой боли над сохранением. Мы никуда их не отменим. То, что находится протеза сейчас в работе, деление ортопедии, мы заканчиваем, закрываем. То есть недоделок мы не оставляем. Но вновь на протезе никого брать не будем на этот период. И сегодня мы разместили информацию в поликлиниках о ограничении плановых посещений пациентами в поликлинике. То есть визиты в поликлинику должны быть только в хвостном состоянии. Либо это больничные листы, с которыми мы не можем дистанционно работать с какими-то пациентами. Инвалидности, которые уже в работе, документы. То есть есть моменты, которые мы сейчас прекратить не можем. Все плановые пациенты должны быть отсрочены, либо обследованы и рассмотрены на дону. То есть приоритет у нас работы на дону сейчас. Мы работаем в тесном взаимодействии с ЦРБ. Как уже было отмечено, буквально мы поверили онлайн. Появляется определенный человек. Это кроме тех списков, которые мы отрабатываем. Здесь проблем нет. По результатам сегодняшнего дня, очень многие сотрудники, которые обходили жилой сектор в целью установления местонахождения тех или иных лиц. Очень многие граждане задают вопрос. Граждане, находящиеся в самоизоляции, это по тем спискам, которые нам присылают УВД, задают один простой вопрос. Что нам делать с мусором? Насколько я понимаю в медицине, режим самоизоляции, он каких-то исключений, наверное, не терпит. Вроде бы сходить до мусорных баков, но вроде как сам смысл самоизоляции теряется. И бак, и магазины и так далее. В общем-то, каких-то рецептов готовых мои сотрудники не предлагают. Не предлагают. Поэтому адресу этот вопрос на комиссию. На обсуждение. Да, на обсуждение. Причем об этом говорил не один человек. Это, ну, видно, проблема такая появляется. Системные вопросы. Да, системные. Если там по продуктам питания есть какой-то определенный запас, то вот с бытовыми отходами, что делать, люди задают этот вопрос. Вот. Ну, в порядке информации, значит, по развлекательным учреждениям, дискотекам, фитнесам и так далее, и так далее, у нас пришло отдельное распоряжение силами на разных нарядах патрульно-постовой службы, нам вменено в обязанность их в ежедневном режиме проверять, как в вечернее, так и в ночное время, что мы и делаем. По вчерашним суткам, по истекшим, ну, таких явных нарушений мы не выявили. Действительно, многие заведения работали, как они поясняют, на вынос продукции, продукта питания. Но, в любом случае, если кто-то будет смотреть, будем действовать жестко. Вы рекламируете эту работу по консультации? В ежедневном режиме. Более того, мы ежедневно отчитываемся в нашу рабочую группу МВД, какие заведения проверяем, по какому адресу вы нарушение или нет. Это очень легко проверяется. То есть, если там будут люди по концентрации, мы будем достаточно жестко действовать в рамках нашей компетенции и, соответственно, я сразу буду информировать оперативный штаб. Потому что я полагаю, что администрация, она также имеет определенное влияние на предпринимателей, которые, значит, сам охранятся от этой проблемы. В целом, в принципе, уже механизм отважен. Основной нашей работой заключается в взаимодействии с органами на правоохранения, я думаю, что равномерно. По наличию товаров, все товарные группы в ассортименте присутствуют. Это отдельная проблема по гречному. Крекция есть. Особый. К сожалению, она явно текущая. Что касается других товаров, первое необходимость там сахарного песка, накорма, кисдинга и в магазинах достаточного количества. То же самое и по медицинским препаратам. По тому перечню, что вчера озвучивал, то есть все необходимые для кассы, для полуторного лечения сезонного культуры и для того, как и для медицинского. Крекция, значит, работа общественного транспорта осуществляется в штатном режиме, в соответствии с расписанием, которое присутствует на сегодняшний день на территории городского округа Кенешмана. Работа по профилактике и дезинфекции транспортных средств осуществляется как межрейсовый период на конечных основных, так соответственно и завершающей стадии, то есть полная дезинфекция с использованием тех средств, которые рекомендованы как регламентом, так и главным санитарным врачом. В данном случае дезинфицирующие средства у перевозчиков в достаточном объеме имеются на сегодняшний день. Проблема заключается непосредственно в том, что транспортные средства в связи с подводными условиями требуют дополнительной влажной уборки на конечных остановках межрейсовый период, потому что те меры, которые, скажем, такой же профилактический характер по дезинфекции на конечных остановках, они превращаются, ну как бы минимализируются, поскольку на грязь, пыль, на пол, значит, просто расходуется раствором. И проблема не только на территории, значит, муниципалитета, но, наверное, и по всей области, это маски. То есть я еще раз повторюсь, на сегодняшний день шуйские ситцы там предложили по 25 рублей за маску, 20 рублей оптом это не фарм за маску, но по примерным подсчетам даже того же департамента на неделю требуется перевозчикам 84 тысячи масок. И вопрос, естественно, по тем нормативам, как они должны использоваться. Естественно, вопрос возникает, зачем еще, скажем так, приобретение этих средств. И в связи с этим индивидуальные предприниматели используют эти индивидуальные средства защиты лишь при дезинфекции на конечных остановках и, соответственно, при проведении конечной обработки транспортных средств. То есть при работе непосредственно с пассажирами, при продаже билетов, обслуживании социальных карт, как правило, повсеместно эти индивидуальные средства защиты просто-напросто не используются. То есть они присутствуют, но, к сожалению, этого не в следующий раз обсуждали вопрос, касаемо оптимизации графика. Да, значит, перевозчиками в настоящее время как бы рассмотрен вопрос о сокращении подвижного состава на 14 единиц, что будет составлять около 20%. В данном случае расписание какое-либо в настоящий момент не разработано. То есть завтра, послезавтра и в понедельник движение транспортных средств будет осуществляться по тому графику, который существует на сегодняшний день. Это разумно по качеству. Да, то есть по мере согласования и выработке общей позиции на уровне субъекта, тогда уже будет, наверное, возможно принимать какие-либо решения. Но, в принципе, сокращение, оно бы сыграло роль в качестве поддержки среднего малого предпринимательства в данном случае, поскольку это позволит уменьшить те издержки, которые связаны с применением этих мер каротин. В городе существует штраф-добровольца 551-21, телефон горячий меня. 551-21, а это кто? Зеновая Валентина Николаевна. Это координатор Валентина? Это координатор, да, волонтерского штаба. А какие численности у него? На данный момент штаб насчитывает 50 волонтеров. У них средства защиты, там все-то есть, да? И на первые дни, да, дальше работаю. Региональный штаб обещал обеспечить. Хорошо. Они уже куда-то выезжали? Да, заявки поступают, но сегодня две заявки. То есть это адреса доставки продуктов. Я тоже имею в виду вопрос, а доставка продуктов, как дни у нас категория, 65 плюс, 65 плюс, 65 плюс и маломобильные граждане. Все школы, учреждения дополнительного образования работать у нас будут. На базе дошкольных образовательных учреждений создана дежурная группа для детей и тех родителей, которые в этот день будут привлечены к работе. Это детский садик 50, улица Красный Химик. Там будет работать одна группа в составе 19 человек детей. И детский садик 47, это Ленина 31. Там тоже будет одна группа, 14 человек. То есть родители отрошены. Это вот те разрушения. 30 лет. Что заявка? Мониторинг провели по заявкам. С утра у нас было 46 заявок на группу времени. Сейчас отрабатываем с ним фармом, потому что они тоже попали в категорию предприятий, которые будут работать круглосуточно и выходные, в том числе и дни. И вытяжу группу будем проводить. Температура меряем? Да, у нас все это продолжается. Температурный режим контролируется. Усилена дезинфекция групп, в которых прибывают дети. Все это производится. На территории Кимиш-Макимишинского района не выявлено, но у нас сейчас проходят 4 контактных человека с врачом Ивановской областной больнице, у которого был выявлен коронавирус. Данные их нам переданы. За ним установлены наблюдения на 14 дней. У них уже отобраны анализы на коронавирусную инфекцию. В данный момент они находятся на тестировании. Результаты оперативно нам присылаются каждый день. У них отобраны все экспресс-тесты. Экспресс-тесты, да. Они сейчас, которые реально где находятся? Так, сначала они находились на карантине в самом нейрохирургическом отделении. Дарья у них отобрали анализы. То есть они на базе ЛКМ находятся? В данный момент они находятся в обсервации трое людей. И один человек находится на самоизоляции у себя дома. Так как они были выписаны и их не оставлены в хирургическом отделении. Также нам инфекционное отделение передало информацию о женщине, которая приехала из Таиланда с повышением температуры. За ней тоже сейчас установлены наблюдения. У нее отобраны также анализы. По ним пока еще не пришли результаты. И три, а где она? Она сейчас находится в инфекционном отделении в боксе. Она изолирована. Есть финиш? Да, инфекционно.